Подконтрольное демократом госпредприятие RedNord намеревается отключить Бельский Апоканал от электроэнергии, что может привести к приостановке водоснабжения в городе. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Бельц Геннадий Шмольский. По его словам, RedNord не устраивают сроки погашения исторических долгов, которые накопились на предприятии в бытность коммунистов. За последние два года Апоканал рассчитался с большей частью долгов, но для демократов это не аргумент, особенно в канун местных выборов. Сейчас им важно выставить нашу партию в нелицеприятном свете. Они решили, что добьются этого, если оставят город без воды. На людей при этом им наплевать. RedNord запретил водоканалу оплатить счета FeeNord. И это может грозить даже остановкой подачи воды? Ну, если FeeNord отключат электроэнергию, то да, это грозит тому, что город останется без воды. И какая ситуация здесь? Как мы можем выйти из этой ситуации? Здесь RedNord чем мотивирует? Что он недоволен тем, сколько денег ему, там же идет распределение, судебный исполнитель распределяет деньги между кредиторами. И он недоволен той суммой, которую судебный исполнитель выделяет RedNord. Хотя, насколько я владею цифрами, на июне 2016 года, когда поменялось руководство, долги были 7,5 миллионов лей перед RedNord. На сегодняшний день, на апрель, там осталось 2,2 миллиона. То есть больше 5 миллионов лей долгов, вот этих исторических, перед RedNord были погашены. Сейчас там RedNord заявляет, что они недовольны тем, как гасятся эти долги. И водоканал собрал деньги для того, чтобы закрыть долг за месяц перед FeeNord. По словам Геннадия Шмульского, цинизм демократов поражает, а не просто держит бельчан в заложниках. Два года устраивало, что выплачивалось таким образом, а теперь это что, умышленное удушение предприятий города? Да я не думаю, что это умышленное удушение предприятия, я думаю, что это предвыборная компания. Эти акции, они направлены на то, чтобы показать предвыборную компанию, насколько серьезно происходят события в городе со стороны Демпартии. Бельская администрация намерена сообщить о вопиющей ситуации в дипмиссии в Молдове.